Праздничные выходные в цифрах и фактах. Итоги о новогодних и рождественских гуляниях в Чебоксарах подвели на городской планерке. В новогодние каникулы более 100 тысяч гостей собрали центральные новогодние площадки Чебоксар. Красная площадь, Московская набережная и городские парки. В каждой локации для горожан и туристов организовали детские представления, работали аниматоры, проводились молодежные вечера. Главной площадкой осталась Красная площадь. Новогодний городок объединил резиденцию Чебоксарского Деда Мороза, торговые ряды и зону спортивных активностей. Резиденцию главного Деда Мороза города Чебоксара посетило более 27 тысяч детей. Новое развлечение можно было найти и в других местах. Так, в роще Гузовского впервые заработал зимний веревочный городок. Открытием этого года стал этнокомплекс Амазония. 7 января там открылся самый большой каток города. Его площадь 6 тысяч квадратных метров. Впервые для отдыха обустроили и Московскую набережную. Действительно работал и стал пользоваться популярностью и пункт проката. Хотя мы сомневались и в том числе будут ли браться в прокат зимние велосипеды, насколько будет вообще актуальна зимняя набережная Московская. Но цель себя оправдала. Пункты проката действительно пользуются особой популярностью. Набережную посетили более 15 тысяч человек. Для зимних забав здесь в прокат лыжи, зимние велосипеды, палки для скандинавской ходьбы. Есть возможность прокатиться на собачьих упряжках, снежном банане, в карете, на санях и снегоходах. Хочу отметить большую и слаженную работу всех точек общепита. Даже в самый не сезон, не самое хорошее, не пиковое время все работало. Очередей не было. Аниматоры работали круглый день, весь световой день. Тоже большое спасибо, что все праздники были организованы очень хорошо. Стоит отметить, что вся спортивная инфраструктура, как на набережной, так и в парках и на площади, будет работать в течение всей зимы. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика.